А сейчас я приглашаю Дмитрия Всеволодчика, который нам расскажет, Кочергина, о том новом, что у нас появилось. Коллеги, друзья, действительно моя презентация посвящена, на самом деле она делится на две части. Первая традиционно о новом функционале, который появился в фотомоде. В данном случае мы будем говорить о версии, которая только что вышла, версии 6.5. А вторая часть посвящена производительности, производительности различных процессов, которые на этой версии реализованы. Вот что нового мы видим. На самом деле изменения, надо сказать, они большей частью, они очень важные, но они больше внутренние, чем внешние. Потому что тот же модуль Bundle Adjustment, первый пункт, модуль уравнивания, он внешне мало изменился, а внутренне он переписан практически с использованием нового алгоритма. То же самое можно сказать о распределенной обработке. Она как бы новая. Появились улучшения в 3D-моделировании, как обычно, в последнее время. Появились новые инструменты 3D-векторизации. Появились изменения в обработке беспилотников. Появились изменения в самокалибровке. Все идет на ускорение, на улучшение, на повышение качества. О некоторых из них я поговорю немного подробнее, проиллюстрирую некими картинками. Вот новый алгоритм уравнивания. Он в основном, все его преимущества в основном проявляются на обработке блоков, подобных тем, что изображены на слайде. Когда очень сложные залеты. В основном, конечно, это связано с беспилотниками, большие углы, и так далее, и так далее. Вот этот новый алгоритм гораздо лучше и быстрее справляется с такими съемками. Кроме того, важная вещь. Вот пункт 3. Мультитред-саппорт. Вот появилась новая концепция распределенной обработки. Ну, то же самое. Повышение скорости, повышение надежности. И, что очень тоже важно, повышение устойчивости к сбоям локальной сети. То есть процессы не умирают намертво, как бывало раньше. А можно перезапустить, либо они сами это сделают. Следующая иллюстрация к инструментам самокалибровки. На слайде показаны различные виды камер, различные виды затворов, различные виды беспилотных летательных аппаратов. Что касается модели поверхности, труворта, 3D-моделирования. Можно, в принципе, прочитать, что здесь написано. Повышение точности, повышение качества. Поддержка многослойной модели, в том числе в формате JSON. Что, естественно, полезно как для быстрой перерисовки модели, так и для экспорта ее. И для дальнейшего также быстрого использования. Некоторые модификации фильтра DSM-DTM. Цифровой модели поверхности, цифровой модели рельеф. Также имеет место быть иллюстрация модели, 3D-модели, построенной по матрице высот, по DSM и по облаку точек. Как мы видим, нижняя часть, нижняя модель, она выглядит более точно. С описанием отрицательных склонов и так далее. Некоторые изменения произошли в 3D-моделировании по сканерным спутниковым изображениям. Опять же, направлены на повышение качества. Появился прямой импорт метод данных для камеры Phase One, о которой сегодня неоднократно шла речь. То есть можно читать внешнее ориентирование, внутреннее, непосредственно, ну как бы из метод данных, которые поставляются с изображениями, с IQ формата. Векторизация. Это можно будет посмотреть на мастер-классе, как, кстати, и многое другое, которое будет послезавтра. Новые инструменты, новые шаблоны для векторизации крыш, инструменты, которые позволяют тем или иным образом выравнивать объекты при их создании вдоль неких линий. Новые типы снаппинга и так далее, и так далее. Конвейер. Конвейер. Вот здесь, в левом нижнем углу, пометка, что он выйдет буквально на днях, в течение недели или двух. Основные изменения касаются, во-первых, новой интерфейс пользователя. Во-вторых, ну, вернее, не знаю, что здесь, во-первых. Во-вторых, автоматическое измерение опорных точек с растровой подложки, то есть в нынешней версии конвейера можно использовать только абрисы. Время создания, на создание таких абрисов достаточно большое, в общем, не очень это удобно. А будет так, можно будет подгрузить некое растровое изображение, и конвейер сам найдет характерные точки для того, чтобы их проидентифицировать и измерить в проекте. То есть версия под Linux, API-интерфейс для размещения программного обеспечения в облаках и так далее. Переходим ко второй части. Оценка производительности. Ну, в первую очередь, конечно, нужно сказать, на каком, собственно, аппаратном обеспечении все эти тесты проводились. А именно, мы здесь видим, это два компьютера в компании Ракурс, который расположен у нас. Непосредственно фотография оттуда из серверной, из тегикабитная сеть и рейт массив версии 6. Ну, и компьютеры мы видим по 12 ядер, и оперативная память у одного 48 гигабайт, у другого 96. Сразу скажу, что вообще это дело очень такое непростое, как бы и неблагодарное, потому что нельзя сказать, вот у тебя столько-то изображений, вот у тебя столько-то ядер. И за такое-то время, мне так кажется, обработается твой блок на таком-то аппаратном обеспечении зависит от гораздо большего количества критериев. Наклонная или съемка, углы, точность, беспилотная, небеспилотная, ну, естественно, зависит от количества, от размеров изображений. Вот смотрим, здесь мы делали такую полную обработку, то есть аэротреангуляция, модель рельефа, подчеркиваю, модель поверхности попиксельная, с разрешением, соответствующим разрешению исходных снимков. Строили мы и DENS DSM, вот эту модель поверхности, и облако точек, и TrueWord, и 3D-модель по облаку точек. Вот 200 изображений наклонных, да, кстати, вот наклонность тоже понижает скорость. 200 изображений наклонных, вот мы видим 30 часов, из них столько-то на столько-то ушло. 9 там часов на DSM, примерно столько же на облако точек, ну и так далее. Аэротреангуляция, цифровая модель поверхности, истинная орта, облако точек, и 3D-модель. Которую, кстати, можно было построить по DSM, тогда бы это было быстрее. Но мы строили по-честному, по облаку точек, то есть с учетом всех деталей. Еще несколько примеров. Теперь изображения у нас маленькие, беспилотные, зато их очень достаточно много. Две шоссе. Sony LC, вот эта 6000 камера. Смотрим, 5 часов AT, 70 часов Dens DSM. Опять-таки разрешение исходного изображения, трехсантиметровое. Облако точек. В облаке точек, как мы видим, 3,5 миллиарда точек, 45 часов. Ну и Труорта 3 часа, незначительная часть по времени. Всего набежало 120 часов или 5 дней расчетного времени. Еще один проект. Теперь и снимков много, и сами они по себе большие. DMC-2. 1700 изображений. Здесь вышло следующее. Вот. 7 дней на Dens DSM. Примерно сутки на аэротреангуляцию. На облако точек, которое по размерам составляет более 20 миллиардов. 5 дней. Ну, Труорта приблизительно 3 дня. Космический пример. Плеяды. Интересен в том числе и тем, что это Сеул. Изображения были разновременные. Просто, в общем-то, мы собрали все, что смогли на Сеул разного времени. Разных углов засечек и обработали. Соответственно, вот мы видим финальные продукты. Ну и время здесь вполне себе резонное. То есть, час 9, час 7, соответственно, 18 часов на такой вот проект. Решение. Одно из. Ну, понятно, что, что и хорошо. Вот. Что мы... Несколько может быть экстенсивный метод, но зато легко и просто все это ускорить. Скажем, задействовав не две вот эти, не два компьютера, о которых я говорил, ну, а там 8 или там 12 и так далее. Ну, я и проиллюстрировал, что вот если все, что у нас серверный стоит, считалось бы, то все было бы, считало бы, то все бы было быстрее. Кроме того, большая рекомендация использовать SSD-диски явно повышает скорость. Ну и как-то оптимизировать сеть, по которой качаются данные. Тоже это очень на многих процессах критично. И на загрузке изображений, и наоборот, на выгрузке ортофото и так далее. Вот. А следующий слайд тоже очень важный. Вот сегодня однократно говорили, что все зависит от того, что нам, вообще говоря, нужно на выходе. Мы, естественно, и вот были вопросы представителям Роскартографии, какой у вас конечный продукт в этом проекте и так далее, и так далее. То есть далеко не всегда, естественно, людям нужен вообще плотная модель поверхности. Не грязь, а попиксельной плотной модели. Не всегда нужно облако точек, не всегда нужно тру-орты, 3D-модель и так далее, и так далее. И вот мы оценили тот же самый проект, о котором говорили в конце, ну предпоследний был, вот этот DMC 1700. В случае всех выходных продуктов у нас получилось 16 дней. Теперь, допустим, цепочка, когда мы строим ортофото, условно, по точности 2000-го масштаба. Сходное разрешение 15 сантиметров. ДСМ мы вот построили не 0,15 соответствующий исходному, а метр, что сразу нам дало, как видите, преимущество. Ну там, кстати, примерно линейное получилось. То есть 15 сантиметров и метр это где-то в 50 раз больше размер. Ну, 7 и 7. Вот, ну, естественно. Вот, и получилось 4 часа вместо 7 дней. 2 часа ушло на фильтрацию ДСМ-ДТМ. Соответственно, 20 часов на построение классического орта. Ну, это на трансформирование каждого снимка в отдельности. И, соответственно, мозаику с нарезкой на листы 3 часа. Все по совокупности составило 2 дня вместо 16, вместо, ну да, вместо 2 недель. Да, как правило, Виктор Николаевич сказал, нужно отмечить, что, конечно, ортофото сами мы строили разрешение соответствующего исходному. То есть 15 сантиметров. А вот, но строили мы его по более грубому, естественно, по более грубой модели рельефа. За счет чего получилась вот такая вот выгода. Ну и еще, о чем тоже сегодня шла речь. Далеко не всегда, вернее, вообще, наверное, никогда ручная работа не исключается в случае построения классического ортофото. Если вот та линейка первая, которая делает Труорт и делает Денс ДСМ, она автоматическая, туда влезть достаточно сложно, редактировать там вот эти безумно плотные модели. То в случае ортофото классического Трукт операторский все-таки нужен. И связан он, скажем, с некоторыми неточностями фильтрации, которые срезают объекты, возвышающиеся над местностью для того, чтобы трансформировать по земле. Проблемы возникают при ортотрансформировании объектов типа мостов и развязок. Их иногда приходится доцифровывать и встраивать в модель. Ну и если у нас конечным продуктом является горизонтали, то, естественно, тоже ручной труд обязателен, нужен для сглаживания, для уточнения, для приведения к товарному виду и так далее. Вот был вопрос Хэллу и гексагону, какая часть времени у нас ручная, какая не ручная. Я бы, конечно, за 90% автомата не поручился. Мне кажется, что у нас все-таки там в районе 70, приблизительно так, хотя... Тоже такая не будет. Ну я тоже живу. Только меньше. Вот. А, не, ну очень сложно, на самом деле, сказать. Мне кажется, что там от... Тут вот опять зависит. Вот у вас межселенка, ну что там, вообще ничего и не надо делать. А вот у вас город большой. И будет там уже 50% ручного труда. Мосты там это... Вот, ну я не говорю уж просто тупо о масштабе, там, если брать 10-тысячные, вообще ничего там не надо особо. Двухтысячные уж совсем другое дело. Но мне кажется, в нашем производственном отделе, мне бы сказали, что мы процентов 50-70 автомат, ручная доводка, ну, соответственно. Да, естественно. Ну... Вот. Вот все. Поэтому я поставил знаки вопроса снизу. Насколько время увеличивается. Потому что ответить на это сложно. Пока вопросы. Ну... Если есть вопросы, пускай пока покрутится модель. Просто для красоты и любования. Это потому... Давайте один вопрос, мы все зададим сейчас, остальные в самом конце. Кто хочет задать вопрос? Все, наверное, хотят самым... highly-g positiv and Да. Да. Угу. 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 Да. 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 В целом, 1700 DMC2 нужно 2 дня. Моя вопроса, что с днст-дсм до дтм, сравнивая с существующим слоем, компьютерный момент направлено к дтм. В чем же лучше? Я по-русски, да, буду говорить для перевода? На самом деле, вот этот момент такой тоже интересный в том смысле, что когда мы строим дсм, и даже если мы знаем, что мы будем этот дсм использовать для ортофото, для классического, его лучше строить все равно более подробно. С более, с маленьким, как бы, размером пиксела. Для чего? Только для того, чтобы он лучше фильтровался. В этом случае объекты, которые возвышаются, будут фильтром убираться лучше. Вот, потому что для ортофото можно было строить и не один метр дсм, а можно было бы еще раза в 4 загрубить, и скорость была бы больше. Но вот такой компромисс между хорошей фильтрацией и размером пиксела, дсм, и вот он этим вызвал. Поэтому я считаю, что лучше строить дсм. Не точки, не тин, а дсм. Потому что фильтры на нем работают лучше. Но этот процесс может быть более затратным по времени. То есть вот сказать с точностью дсм, какого размера пиксела, не очень просто. Но однозначно он более качественно фильтруется, чем вот пикет и тин, то, о чем вы говорите. Большое спасибо Дмитрию Силовичу еще раз за интересный доклад. Вопросы в самом конце еще дадим. Продолжение следует...